Всех приветствую, друзья! С вами я, Скобарник. Сегодня я расскажу вам про то, как я сушусь, про свои этапы сушки, про то, как я питаюсь, про то, как я сплю, про то, как я тренируюсь. Я расскажу, когда вы увидите первые результаты от своей сушки и когда результаты станут действительно мощными. Мы начинаем. Давайте начнем сначала. Было бы странно начинать с конца. Начал я с того, что я набрал вес на 89 килограмм при своем росте 190 сантиметров. То есть это был хороший вес, в котором я был действительно таким кабанчиком. Сейчас вы увидите по фоткам действительно, как я выглядел, что я был достаточно такой плотненький. Но все-таки я могу сказать, что я был не заплывший. Несмотря на свой большой вес, за счет своего роста, я был достаточно не заплывший. Но все равно я был в форме и не сказать, что у меня было действительно много жира. Но в любом случае, мне нужно было сушиться. Нужно было сушиться мне по своим причинам. Сейчас я их как раз-таки вам расскажу. Но сначала я скажу, что после набора массы, где-то полтора месяца-два, я был в этом теле, примерно мой вес составлял от 87 до 89 килограмм, я всегда гулял в таком диапазоне, в принципе считался такой на массе, это был самый максимальный вес за мою историю, никогда больше я не весил так много. Но через два месяца после того, как я набрал массу, я понял, что мне эта масса не нужна, мне не нужна эта большая туша, мне не нужны эти большие мышцы, которые я могу эксплуатировать с трудом, потому что очень скоро, через два месяца, именно в сентябре у меня призыв в армию, и там как раз-таки эта масса нахрен не нужна, там нужна выносливость, там нужна быстрая ёркость, там нужна быстрая реакция, и вот эта туша гигантская 90 килограмм, которая будет бегать и запыхаться через каждые 10 минут, в принципе это такой бесполезный кусок мяса, который там не пригодится. Я же хочу быть полезным в армии, я хочу действительно попасть в хорошее подразделение в армии, и для этого мне необходимо тренироваться для армии. А тренировки для того, чтобы иметь много мышц, и в принципе для поддержания физической, именно большой такой пампости, и хорошей физической форме, именно что касается объёма мышц, и тренировки для того, чтобы быть очень ловким, для того, чтобы быть быстрым, выносливым, шустрым, но опять-таки скажу быстрым, это совершенно две разные тренировки. И тут я понял, что мне нужно первое, учиться бегать, потому что до этого мои показатели бега были просто ужасные, потому что понятное дело, тушу 90 еще раз в килограмм, ввести и бежать с этой тушей очень тяжело. И несмотря на свой рост, все равно бегать с такой тушей достаточно сложно. Поэтому я понял, что хорошо, мне нужно тренироваться бегать. Но я понимал, что если начну тренироваться бегать, значит, ну, либо я просто так эффективно буду бегать, как бы ничего не меняя в своём теле, и просто потихоньку качая свою выносливость, либо же я подойду к этому вопросу радикально, начну конкретно бегать, конкретно потеть, и конкретно что? Скидывать вес. Потому что за хорошей работой в беге, то есть за хороший бег, ты будешь всегда скидывать вес. Это золотое правило, оно работает всегда в 100% случаев. Я понимал, что у меня не получится и сохранять, как бы, свою физическую форму, и в то же время качать выносливость и свой бег. Я понимал, что мне придётся в любом случае скинуть массу. Понятно, что я не хотел превращаться в дрыща, который хорошо бегает, но я понимал, что всё равно на своём пути к подготовке к карме мне придётся скинуть большое количество мышц, потому что не получится скидывать исключительно жир, ибо и так жира в моём организме было не так много. Больше преобладала мышц. Я понимал, опять-таки, что начав бегать, я скинул большой объём мышц. Тогда я понял, что тогда мне нужно полностью перестроить и режим своих тренировок, и режим своего питания. Потому что если до этого время набора массы и поддержания большой физической формы я очень много ел, очень много занимался на силовых для того, чтобы, опять-таки, росли мышцы, то теперь мне не нужно так много есть, мне не нужно так много заниматься на силовых, потому что мне не нужен такой объём мышцы, такая масса. И в этот момент я начал составлять свой рацион тренировок. То есть сначала я подошёл к рациону тренировок, не рациону питания, а именно к своим тренировкам. Я понял, что я жёстко сокращаю количество силовых тренировок. Если до этого у меня было примерно 6 дней в неделю силовые тренировки, ну, то есть почти каждый день я ходил в зал, словно один выходной в неделю, это ничего, то сейчас я сократил это количество тренировок до 3 дней в неделю. Кажется, мало, но для своих целей это идеально, потому что мне, опять-таки, не нужно качать мышечную массу. Я это сделал не из-за того, что мне не лень ходить в зал, поверьте, мне не лень ходить в зал, и мне очень нравится ходить в зал. Но я понимаю, что если я буду ходить каждый день в зал, во-первых, у меня останется меньше энергии на бег и на прокачку своих, ну, в общем-то, скоростных данных, и второе, я буду растить мышечную массу, которая мне, в принципе, не нужна. Я уменьшил количество силовых тренировок и добавил бег. Я поставил тренировки по бегу каждый день. Каждый день у меня тренировки по бегу. Я полностью расписал все тренировки по бегу, как и где я должен бегать в связи с тем, ну, в общем-то, в какое подразделение я хочу попасть, то есть это немного отличается. Если ты хочешь просто подготовиться к армии, тебе достаточно обычного бега. Если же ты хочешь подготовиться к каким-то другим специальным подразделениям, то, опять-таки, тебе нужна совершенно другая подготовка. Если вы хотите, вы можете написать мне в комментариях слово «бег», и тогда я сниму вам видео про свои тренировки по бегу. Просто сейчас, опять-таки, я не хочу загромождать этим видео. Но я думаю, что вы поняли, что я полностью перестроил тренировки, то есть я уменьшил силовые, увеличил бег, то есть я сменил баланс. И дальше пошел вопрос питания, потому что, опять-таки, так много питаться, как я питался, я очень грязно питался. Я не скажу, что я просто набирал калории и белки. Нет, я питался очень грязно. Что это значит? Это значит, что я ел все. Я ел абсолютно все, вне зависимости, там, это вредно или полезно. Понятно, что я немножко контролировал, окей, я не пил каждый день колу и не жрал чипсы, но в любом случае холестерина было очень много в продуктах. И вредных материалов также было много в продуктах. Я понял, что так, если я буду дальше продолжать питаться, во-первых, мне будет сложнее бегать, потому что, опять-таки, плохие вещества в организме не дадут тебе быстро бегать. И второе, я буду во время того, как я скидываю мышечную массу, я буду набирать жир. Поэтому так делать абсолютно нельзя. Я полностью перестроил свой план питания. Я понял, что теперь я буду следить за тем, что я ем. Я начал заменять, там, всякую картошку с кетчупом и майонезом с котлетой жирной на рис с рыбкой или рис с курочкой. То есть я начал есть еду менее калорийную, более просто усваиваемую. И, в принципе, энергию я все равно получал такую же от этой пищи. Ну и также я снизил общий объем потребления еды. Я не могу сказать вам в конкретных цифрах, потому что это никогда не заменял. Но если, допустим, до этого при весе в 90 килограмм я ел 4 раза в день очень плотно, прямо я нажирался и я постоянно был с полным животом, потому что мне необходима была эта энергия для тех тренировок, которые у меня были. Потому что действительно были мощные тренировки. И сейчас в одном из углов всплывает подсказка, как я набирал вес. То сейчас мне больше не нужно столько энергии. Мне просто она будет излишней. А излишняя энергия куда пойдет? Правильно, она пойдет в жир, который, в принципе, мне тоже не нужен. Поэтому я снизил объем потребляемой еды до такого количества, которое мне нужно. Я не скажу вам, опять-таки, сколько это по килокалориям. Я не скажу вам, сколько это по белкам. Я просто ем, сколько я чувствую. Если я чувствую, что хорошо я наелся и мне хватает энергии, там, пойти завтра на пробежку. Или я поел, хорошо, мне хватает до конца дня. Но я не пережираю. Если до этого на наборе массы я пережирал и я создавал излишки, опять-таки, этой энергии, излишки пищи в организме, излишки белка для того, чтобы растить свои мышцы, то сейчас я резко прекратил это делать. И я не скажу, что я создал такой, как бы, резонанс именно в обратную сторону, то есть недостаток. Я этого не делал. Нет. Я сделал пищу именно столько, сколько мне нужно. То есть я питался именно столько, сколько просил мой организм. И помимо рассказа я упомянул очень важную вещь, это зачем я начал это делать. Я не скажу вам, что я хотел похудеть. В принципе, в моих планах такого не было. Я когда-нибудь хотел в будущем, конечно же, скинуть немножечко массы и подсушиться, да, быть более рельефным. Но в первую очередь я это сделал для того, чтобы подготовить себя к службе. Потому что у меня была цель, и в принципе она сейчас остается, хорошо подготовить себя к службе, и быть готовым к военной службе. И это очень важно. Опять-таки, очень важно в просушивании. Это даже не то, как вы питаетесь, не то, как вы спите, и то, как вы занимаетесь. Гораздо важнее это мотивация. Если у вас есть мотивация это делать, если у вас есть какая-то цель, для чего вы это делаете, вы найдете любые способы, как это сделать. Гораздо важнее иметь мотивацию и цель, для чего вы это делаете, для чего вам нужна сушка. Просто так, чтобы хернёй помаяться, или там, я не знаю, вы готовитесь к соревнованиям, или вы хотите просушиться сейчас, чтобы набрать ещё больше мышечной массы. То есть в любом случае у вас должна быть мотивация. Если у вас есть мотивация, вы в любом случае просушитесь. Это очень важная вещь, которая вам нужна для того, чтобы хорошо просушиться. Это именно ментальная составляющая сушки. Опять-таки я рассказал, как я перестроил свои тренировки, как я перестроил своё питание. Про сон я не буду говорить в этом видео, потому что, в принципе, сон – это достаточно проблемная тема в моей жизни. Я сплю столько, сколько мне нужно, но немного меньше, потому что я, опять-таки, делаю всегда такой недостаток небольшого сна в организме и восполняю его днём. То есть я восполняю получасами сна днём то, что я не доспал вечером, для того, чтобы у меня, опять-таки, было больше сил. Это именно в специфике моего организма, но я, опять-таки, говорил об этом во многих видео, что можете также попробовать это. То есть вы спите в условных 8 часов ночью и ещё полчаса днём. Опять-таки, всё зависит от вашего организма, как вы это чувствуете. И в любом случае всегда полезно спать. То есть если вы говорим про свой организм, то всегда полезно спать. Чем больше вы спите, тем в любом случае вам будет лучше для роста мышц или, наоборот, для сушки. В любом случае. Но если вы такого не можете себе позволить, то выигрывайте на других моментах. Выигрывайте на питании, выигрывайте на тренировках. И сейчас я вам расскажу про фишку, которую я использовал во время скида массы и сушки, в общем-то говоря. Как таковой фишкой не является какая-то специальная тренировка или какой-то специальный план питания. То есть в любом случае вы можете найти кучу этой информации в интернете и сушиться по ней. Это действительно вам поможет. Но гораздо важнее это как раз-таки ментальная составляющая и перестроение своего организма. Что утром теперь я просыпаюсь не для того, чтобы думаю, вау, сейчас я нажрусь и пойду в зал и там раскачаюсь и у меня прибавится мышечная масса. Хотя это тоже нормально, но это был просто другой этап в моей жизни. Теперь утром я встаю и думаю, сейчас нужно хорошо побегать. Действительно хорошо. Когда я говорю хорошо, это там не 10 минут утреннего бега, как я делал раньше. Это гораздо больше. Гораздо. Потому что вам нужно действительно прожигать свой организм. Действительно выжимать все калории. Вам нужно просто, чтобы вы каждый раз в пробежке приходили мокрым. Мокрым. Это очень важно. Чтобы все ваше тело просто потело. И не важно, каким путем вы действительно это делаете. Лучше, конечно же, это делать бегом, но если вы, допустим, вышли просто погулять в солнечную погоду, то в любом случае вы будете мокрым, да? И вы придете домой мокрым. И в принципе результат будет примерно тот же самый. Ну то есть на визуальную составляющую. Вы все равно скинете этот жир и вы будете более сухим. У вас будет больше видны кубики условно, да? Но опять-таки, если вы это делаете через бег, если это делаете через велосипед, через плавание, то в любом случае это не только убирает ваш жир, но и улучшает ваши свойства выносливости, что также очень важно в жизни на самом деле. Если есть у вас такая возможность, чтобы не только бегать, а допустим плавать, или, я не знаю, какая еще активность, не знаю, по горам забираться, то это просто идеально. Максимально разобратьте свой вот этот вот как раз таки план тренировок. Насколько вы можете, насколько вы только можете. Ездите на велике, ездите на велике по горам. Бегать хорошо, остановитесь на беге, если у вас нет других опций. Если вы можете плавать, это еще лучше, потому что, опять-таки, это разнообразит ваши тренировки, это тем самым не даст вам, ну, надоесть этим тренировкам, потому что если вы каждый день будете делать одно и то же, это как минимум вам наскучит. И если все-таки у вас нет варианта что-то делать другое, то разнообразивайте, разноображивайте эти тренировки. Куча в интернете тренировок по бегу, как можно по-разному интервально провести, и как можно это проводить в интересном ключе, чтобы не просто это был тупой бег. Ну, хотя, в принципе, если вам и тупой бег не надоедает, то это тоже неплохо. Но если вам просто задалбывается вот тупая беготня, то, опять-таки, скрасьте это, не знаю, введите какие-то поинты, добежать до какого-то места, коснуться и там побежать. Или, допустим, добежать до бабушки, сказать привет и вернуться. Ну, то есть, делайте какие-то себе челленджи для того, чтобы, опять-таки, это было вам интересно. Это самое главное в процессе сушки. Сейчас такая завершающая часть, когда вы увидите результаты. Когда лично я увидел результаты, примерно через один месяц сушки. Серьезно, я очень долго качал пресс. Я очень усердно качал пресс. Когда я говорю долго, это не месяц, это не два месяца, это год. Целый год я сильно качал пресс, но никогда не было сильных изменений, и я не видел его. Не за счет того, что у меня было много жира, но просто он был. Проблема в том, что он был, и тем самым он не давал мне увидеть свой пресс. Как только я начал сушиться, как только я немного отошел от силовых тренировок и сделал больше акцент на беге, на выносливости, я начал сильно скидывать, хотя и так у меня было достаточно мало жира, но я даже этот жир начал скидывать. И сейчас на фотографиях вы видите, в принципе, что у меня начал виднеться пресс. Это актуально. То есть я до сих пор продолжаю, в общем-то, подготовку к арме, тем самым я до сих пор продолжаю свою сушку, да. И на самом деле, то есть уже через месяц вы можете увидеть сильные изменения. Просто неважно, в каком состоянии вы находитесь физическом. Если вы супертолстый, то от сушки вы увидите результаты буквально через полмесяца. Если же вы были в такой физическом состоянии, как был я, то вам потребуется чуть больше времени, потому что, опять-таки, понимаете, что когда у вас дохерища жира, увидите результат от сброса гораздо, ну, можно быстрее, потому что вы гораздо быстрее скидываете этот жир по сравнению с процентом своего тела. Если же вы более сухой изначально, то вам, опять-таки, нужно больше времени для того, чтобы увидеть значительный результат. Но что я вам скажу точно, что через месяц-полтора вы увидите эти заветные там 4 кубика или 6 кубиков пресса, которые будут видеться сверху вниз. На этом все. С вами был Ник. Обязательно пиши в комментариях, какое видео ты хочешь увидеть на этом канале. И всем до новых встреч. Было приятно с вами провести время.